Денис Евниевич, который сам еще не нашел ответ на этот злободневный вопрос. Привет! Ну, в первую очередь, поздравляю с премьерой, состоялась премьера спектакля Жанны, так красиво под занавес сезона. Это специально так сделали, чтобы красиво в сезон закрыть? Ну, это вопрос, не знаю, наверное, не ко мне больше, а к руководству, почему сделали именно так. Ну, как правило, мы работаем до 1 июля, несмотря на то, что сезон закрывается в середине месяца июня, потому что зрители уже не пускают, и мы можем спокойно, полноценно выпускать премьеру, репетировать на сцене с утра до вечера, не надо ставить и менять декорации, то есть декорацию поставили, и мы спокойно работаем. Это практика уже многих лет, и, не помню, в прошлом, позапрошлом году выпускался Шоушен практически так же, то есть был показ на зрителя, а потом уже в сентябре премьера. Мы, видимо, решили сделать премьеру в конце именно этого сезона, потому что за этот сезон не было ни одной премьеры вообще, по-моему, насколько я помню. Поэтому вот решили порадовать зрителя, наконец. Ну, зритель порадовался, хорошо принимали, мы были на предпоказе, и, насколько я знаю, и на премьере хорошо принимали, хотя по театру ходили такие, то есть вам было несколько тяжело справляться, да, с этой такой темноватой историей, и, как мы когда виделись, да, говорили о том, что новая драма, это не всегда легко и понятно. Ну, новая драма, новая драма и рознь, это теперь я уже могу сказать со знанием дела. Это пьеса тяжелая, это пьеса, не знаю, я не могу говорить, да, за всех персонажей, за всех артистов, я могу рассказать просто свою историю, чем мне тяжела была эта история, потому что репетиции шли довольно долго, репетиции шли плодотворно, интересно, репетировала Мария Селедец, значит, замечательный режиссер, выпускница Фельштинского, работала подробно, интересно, утомительно, не буду скрывать, ну, для меня самая сложность была, наверное, в том, что, во-первых, я оказался в женском царстве, потому что режиссер женщина, поумрешь женщина, все партнеры у меня, за исключением одной сцены, женщины, реквизит женщины, то есть я приходил на репетицию, вокруг меня были одни женщины, пьесу написала женщина, плюс пьеса с ярко выраженными нотками феминизма, пропитанной какой-то ненавистью, не знаю уж почему, к мужчинам, потому что ни одного нормального мужчины, как бы, если присмотреться, да, в пьесе нету, все какие-то подлецы и негодяи, вот, и это, конечно, утомляло, потому что все равно, так или иначе, когда работаешь над ролью, по-честному, да, и пытаешься копаться, пытаешься вживаться, все равно, так или иначе, начинаются какие-то переклички собственной жизнью, ты все равно не можешь из этого состояния взять и вот по мгновению волшебной палочки выйти, ты часами входишь, вот, и тебя погружают, погружают, и потом ты, естественно, выходишь, я, когда мы сдали спектакль в Черне, в камерном зале, я три дня еще не мог, я не понимал, что происходит, я только спустя три дня, ой, так у меня же Жанна закончилась, я выдохнул и расслабился, потому что ты все время в каком-то напряжении живешь, ты все время в каком-то чувствуешь себя каким-то этим, тем, что в проруби болтается, вот, ничего не понимаешь, что такое, какой-то негатив сплошной, поэтому я рад, что это закончилось, я рад, что наступил отпуск, прежде всего, это просто гора с плеч. Ну вот, когда мы виделись как раз на предпоказе, мы с тобой затронули тему героя нашего времени, да, то есть, кто такой нынешний молодой герой, если мы привыкли там к классической литературе, это одни образы, да, на которые вроде молодые люди должны равняться тем или иным образом, что происходит сейчас, то есть, опять же, мы говорили, что ты сейчас штудируешь много литературы современной, да? Да, это уже на протяжении нескольких лет этим вопросом задаются и критики, и драматурги современной, кто он герой нашего времени, и внятного ответа, вот, значит, вот такой, да, как в Советском Союзе, это было там сначала рабочий, потом интеллигент, этого, такого вот внятного ответа пока я для себя ни из каких источников не получил. Как правило, это вот, ну, то, о чем мы, опять же, говорили с тобой перед предпоказом, и то, что я сейчас вижу вот на протяжении, там, того, что я читаю, это вот абсолютно психотип моего персонажа Андрея из спектакля «Жанна». Это инфантильный человек, который, как бы, вроде как пытается принимать какие-то решения, но ничего у него не получается, из рук все валится, и вот этот вот перекос в сторону феминизма, он как-то и в драматургии тоже, я смотрю, идет. Почему так случилось? Есть же все равно, есть же мужские пьесы, мужские спектакли, мужские взгляды и так далее. У нас как-то женщины активизировались, как ты думаешь, вот в последнее время, нам волю дали, что ли? Я недавно смотрел одну передачу, уж не знаю, насколько там она была научно-познавательная, но там была одна очень любопытная, интересная теория выдвинута одним профессором, который говорит, почему вообще вот сейчас происходит так, к чему мы пришли. Он говорит, что на одной, на одном только, на не только анальгетиках, на одной только таблетке анальгетика, которую изобрели в 20 веке, мы переписали всю историю, потому что раньше женщина рожала там 6, 8, 10 детей, да, к огромному несчастью медицина была тогда очень низкого уровня, и очень многие даже до свершеннолетия не доживали, плюс всякие там чахотки были, много всяких неприятных болячек, дети погибали, поэтому женщины рожали много и посвящали себя детям, когда изобрели, значит, много таблеток разных, которые смертность, прежде всего детскую, сократили. Женщины сказали, а зачем нам перерожать столько детей, теперь мы будем рожать меньше детей, соответственно, времени получилось больше, соответственно, женщины полезли в политику, в культуру, везде, везде, везде. Вот в чем дело, из-за того, любопытных вещей произошло. Это просто одна из таких любопытных вещей, которых я недавно услышал. Почему так? Ну, я не знаю, это, опять же, круговая порука, как и проблема отцов и детей, наверное, да, кто прав, кто виноват. Женщины пеняют на то, что мужчины стали не те в наше время, и мужчины инфантильные, и мужчины все такие, вот они ни за что не отвечают, что нам нужно брать все в свои руки. А у меня сразу вопрос, а кто воспитывает таких мужчин, извините меня. Ну, к сожалению, ситуация такая, что институт брака себя не только в нашей стране, но и в мире, как показывает, опять же, практика, исчерпал. Люди не готовы жениться и прожить всю жизнь с одним человеком, да. Люди разводятся, это в наше время норма и практика обычная. Ну, почему-то дети воспитываются в ненависти к всему мужскому. Это проблема психологии, которая, ну, я некомпетентен, наверное, в полной мере ответить на этот вопрос. Ну, мы все время пытаемся друг друга, на друг друга пальцем показывать, а в своем глазу, как говорится, не видим часто бревна. Ну, вот говоря о пьесе, да, сказали мы о том, что достаточно она такая черная, негативная, какая-то и концовка там на самом-то деле, да, совершенно не светлая, и не дает какой-то надежды, как сделалось и произошло это в спектакле вашем. Как находить вот этот все-таки свет-то в конце тоннеля, когда ты работаешь вот с таким материалом, который вроде как с одной стороны не дает тебе выхода на что-то хорошее, доброе и светлое, а театр должен нести хорошее, доброе и светлое. Ну, я не знаю, мы пытались сделать историю прежде всего про людей. Мы не пытались сделать историю про кого-то, про каких-то абстрактных людей, вот таких вот нехороших, которые вот мы не такие. Нет, мы пытались оправдать персонажей наших, и их жесткость, и их какую-то неприспособленность, и их даже там уход Андрея, да, от Жана, чтобы он был как-то оправдан, то есть мы прорабатывали очень многое, чтобы история нам была понятна вот до движения, там, не знаю, пальца, до движения души, чтобы все было понятно, что мотивирует нашими героями. Но тут я опять же не знаю, как ответить, потому что я до конца для себя все равно не принял и не понял этого героя, хотя Маша мне говорил, ты должен полюбить его, ты должен полюбить этого персонажа. Я говорю, я не могу Маше его полюбить, не могу, я не могу его оправдать, он меня бесит этот герой просто, он меня вымораживает. Почему вот нельзя было это сделать, почему нельзя было это сделать, почему вот здесь вот так, почему вот здесь вот так. То есть, ну, может быть, я человек другой формации, хотя какие-то вещи все равно там, да, ну, ты стараешься понять, ну, хорошо, ну, если бы, наверное, вот так, то, может быть, и я вот так вот поступил. Нет, не хочу я так поступать. Сложно было работать И всегда над современной драматургией Тем более, когда это драма Устро-социальная такая Она черная не потому, что она написана Вытаскиваются вещи, которые Как бы Ну я не знаю Наверное, это надо, раз это сегодня пишут Раз пьеса востребована Наверное, кому-то это нужно Мне больше нравится работать Над другим материалом И тем не менее Справились, есть у нас сюжет Давайте его посмотрим и продолжим обсуждение Она сильная и настоящая Всего добилась в жизни сама Заслуженная артистка России Елена Лазарева Она же бизнес-вумен из пьесы Молодого автора Ярослава Полинович Жанна Режиссер спектакля тоже молодая выпускница Из Петербурга Мария Селедец Одним словом, это совершенно женский взгляд На извечные вопросы Кто виноват и что делать К сожалению о том, что такое счастье Человек понимает Тогда, когда все почти теряет И то, что ненависть и месть Не являются определяющим в нашей жизни И даже если ты богатый Можешь купить, как тебе кажется, все К сожалению, ты никогда не купишь Любовь, понимание И какие-то такие вещи Которым героиня, наверное Ну, мы ставим многоточие Приходит В конце спектакля Актеру Денису Евневичу роль молодого любовника Главной героини давалась непросто Можно сказать, на преодоление Самим собой ни одной общей черты, говорит Денис Тем сложнее было оправдать И тем более полюбить своего персонажа Который вовсе не герой нашего времени Я пока не нашел для себя ответа на вопрос Кто же сегодняшний герой Психотип сегодняшний Определенно очень четко Это, я говорю, инфантильный Такой человек Который плывет по течению Но, говорю, для меня это не герой Новая драма порой тяжело дается актерам Которые большую часть жизни Привыкли играть классику Черноту и негатив в современной драматургии Они сами пытаются переработать так Чтобы дать зрителю надежду на светлое будущее Вот так через тернии к звездам Говорит актер Виктор Мирный И шутит Спектакль ставить, что клюкву собирать Мы когда-нибудь клюкву в Карелии собирали Там ведь клюква И вот там особым сачком собирают И по кочкам, по вот этим Вот они такие болотные кочки И вот по ним так оп, оп, оп И вот, ну или как по тонкому льду Можно иначе выразиться Но где-то так Вот находим точки соприкосновения И смех, и слезы, и любовь Как в настоящей жизни В героях спектакля Жанна Легко можно узнать соседа, друга или родственника А может и себя И несмотря на неопределенную концовку Спектакля мораль проста Как ни крути, завтра будет новый день Завтра будет новый день Вот такая все-таки Вытащена, наверное, да Из спектакля, из пьесы Такая небольшая мораль Так ли это? Там вообще у Пулиновича две концовки И долго стоял вопрос Чем же заканчивать Да, потому что Если в варианте, который, значит Был оставлен художественным руководством И надежда на светлое будущее Что завтра будет новый день Там есть еще один вариант продолжения Который делала Маша Середец Но отменили его Вариант с тем, что после этого Жанна берет телефон И звонит своему другу-депутату С вопросом Сложно в нашей стране Ребенка отнять или нет Вот Если сложно Она говорит, наркоманка Он алкоголик Я могу подтвердить Так что я к тебе вечером заеду И мы все порешаем Ну, не хочу я Рассуждать честно тему Какой финал лучше Оставили этот Оставили Ну, не знаю Более, может, тривиальный Более понятный зрителю Вариант Более Дающий надежду на то Что не все так плохо Что из этого получится Покажет время Покажет зритель Ну, в сентябре, да В новом сезоне Я думаю Обкатаете еще спектакль Будет уже более понятно Лето Ты Хочу затронуть тему Что уже Традиционно Каждое лето Ты ко мне приходишь С новой прической После сезона Я со старой пришел Или со старой Да, но не с такой В которой ты существуешь Сезон Какие планы на лето? Что хочется? Что можется? Планы Планы Ну, вот я Как начался отпуск Отдохнул буквально два дня Съездил за Волгу Благо погода позволила Вот, и все И дальше В трудовые будни Сейчас, значит Мы открыли новый проект Рекламу, наверное, делать нельзя Говорить, где я не буду Поэтому смотрите просто За Социальные сети Можно интересоваться За офисами в социальных сетях Приходите Мы сейчас Организовали проект читок Каждый четверг Мы читаем современную драматургию Как раз таки Не такую черную, как Жанна Мы ищем И смешные вещи И вещи, где можно подумать Вот Занимаюсь в свободное время Поиском пьес Прорабатываем Кто в городе Узнаю из артистов Остается Приглашаем артистов Из других спектаклей В общем, делаем вот этот проект Запустились И Наконец-то пошла отдача Зрители пошли И Людям это интересно Вот Плюс Пока, думаю, наверное Там же мы это запустим Но потом, возможно Сделаю программу Тут уже могу Приоткрыть тайну Я сейчас готовлю Ну, полуторачасовую Час-двадцать Программу по Маяковскому Хочу сделать Свою Четерскую Да С биографией С интересными Интересными местами Его Биографии Жизни Вот Давно меня привлекала Эта фигура Все никак не получалось Соприкоснуться Для себя читал Учил Ну, наконец-то Созрел для того Чтобы сделать программу Слушай, здорово как Причем, да Программа будет Видимо, наверное Будущим из двух вариантов Составить Потому что первый вариант Будет для взрослых Восемнадцать плюс Потому что там у него есть Очень жесткие Очень Такие Нецензурные вещи Но которые Невероятно вкусные Невероятно классные Вот Ну и Если все это вырастет В какой-то более глобальный проект То я понимаю Что, возможно, эту часть Придется отсечь Для того, чтобы Привлечь школьников Чтобы они поняли Что Маяковский Это не только то Что дает школьная программа И даже Программы школьных стихов Можно услышать И прочитать совсем по-другому Я открываю для себя вещи Которые я в школе даже читал И думаю Подожди, а почему я вот помню Вот так вот А не вот так вот Так же интересней Вот так что Вот это вот Чему я сейчас посвящаю Лето Из творческих планов Плюс продолжаю заниматься Поиском материала Для второго спектакля Продолжаю Опять же К нашему прежнему разговору Это не было Пустой болтовней Надеюсь, в сентябре Откроем мы детскую студию Свою, детский театр Продолжаю над этим работать Плюс Ну вот Мы с тобой тут Пока куларно поговорили Готовлюсь К строительству дачи Возможно Возможно Если у меня выдастся Все-таки В этот отпуск Время Хотя бы неделька Или там полторы Или две Я на машине рвану Все-таки может на море Но пока это так Только в мечтах Ну ты сейчас расписал Месяца на четыре Мне кажется Планов Так-то Сам не знаю Когда я все успеваю Ну вот говорю Свободная минута появляется Сразу что-то где-то ищешь Сразу что-то читаешь Потому что Перечитывать тоже приходится много Я Говорил Опять же Мы с тобой разговаривали Когда еще готовился К новиченто Что Не мог найти Вот Очень много читал И отбрасывал Ругался Кто это пишет Нет Нашел я несколько Очень хороших авторов Очень любопытных Но это говорю Опять же Вот к читкам И получаю удовольствие Даже от прочтения Современной драматургии И несколько пьес Которые мы сейчас взяли Мы просто Хохочем до такой степени Что думаем Ёлки Вот Или фильм надо брать Снимать поэтому Или просто Брать Ставить спектакль Но вот тоже То есть Из этого проекта Сейчас возможно Родится еще несколько проектов И в принципе Вот ресторан Который любезно Предоставил нам площадку Под этот проект Которому это тоже очень нравится Они готовы сейчас Это опять же К нашему с тобой К нашему с тобой Прежним разговорам Они готовы сейчас И уже мы это даже Анонсировали на зрителя И возможно В конце июля В начале августа Состоится открытие Новой театральной площадки В нашем городе Прекрасно На крыше Класс Это будет театр на крыше Летняя веранда Летний вариант Который возможно Мы как раз Откроем Маяковским Ой слушай Ну очень красиво все Хочу с тобой поговорить Все таки Вот о Современной драматургии Потому что Последнее время В театрах Как бы Во многих театрах Ставят много Достаточно классики Причем берут такую Качественную Добротную Которая там Да Уже на протяжении сотен лет По всем театрам Гремела и так далее И каждый уважающий себя театр Должен в своем репертуаре Да Иметь там Те или иные вещи Тем не менее Запросы меняются И запросы меняются Достаточно быстро Да То есть Если даже полгода назад Зритель хотел там Вот окунуться В какие-то классические Там дебри Через полгода Ситуация может измениться Как Из какого Где ты ищешь Какой перечень Вот допустим Если мне хочется Или нашему зрителю Захочется Почитать какую-то Хорошую Драматургию Современную Что делать Как понять вообще Надо вот Чью-то фамилию Брать в руки Или не брать Какие-то критерии Есть отбора Чтобы хотя бы Почитать это Я могу Сказать Вот назвать имя И фамилию Автора Который Меня приятно Удивил Я пока еще немного Прочитал его пьес Потому что мы стараемся Все-таки Разных авторов Брать Нет достаточного Времени Чтобы прям сесть И прочитать Все его Но я периодически Возвращаюсь Перечитываю Новые вещи И мы их берем В разработку Вот начитки Это Павел Пришко Это замечательный Молодой драматург У которого Во-первых Ну есть свой стиль И На удивительно Какие-то вот Неоднозначные вещи Я имею в виду Могут даже полярные Вот у него сказка Которую мы сейчас Будем читать Сказочная Абсолютно такая Немножко с гоголевским Вием Перекличка с паночкой Но Вот Не хама Брут Да А чиновник Который там Так же влюбился Казнократно Который влюбился Понимаешь В любви Как говорится Все возрасты И все Слои населения И ранги покорные Поэтому Вот Павла Пришко Я прям рекомендую Дурненков У Дурненковых Нашел Несколько интересных вещей Это что касается Современной драматургии А ты дочитываешь до конца Или когда там На середине Понимаешь Что не очень Вот ты знаешь Как я читаю Я поначалу читал все Просто читаю В надежде Что где-то Может быть К концу я что-то Вот Найду Теперь я уже Начал разбираться Вот если я читаю И меня с первых там Страницы Полторы Двух максимум Не зацепила Мне не понравился Слог Я не нашел там Юмора Я не обнаружил Проблему Я это отбрасываю Потому что Уже опять же Практика показывает Это скорее всего Ничего там интересного Не будет Потому что интересная пьеса Она как правило Захватывает Вот прям с первых строк Сразу захватывает И ведет тебя Держит до самого конца И оторваться уже невозможно А есть какое-то Можно сказать Там я не знаю Вот из того Что ты Отработал Прочитал Да так скажем Какие-то тенденции Вычленить Современные Другие На что они направлены То есть к чему Нас автор обращает Потому что Все-таки Если взять там Девятнадцатый век Да это одни Какие-то у нас там Линии прослеживались Там у многих авторов Да но Тематика как-то Была одна И близкая друг к другу То сейчас что Ну ты знаешь Я наверное Не так много еще прочитал Чтобы какие-то тенденции Это прям выводить Но вот То что я прочел Мы говорим Мы стараемся все-таки Брать тематически Разные вещи Но прослеживается Явно прослеживается Это какая-то тема Потерянности поколения Ненужности Инфантильности Вызванная этим Какой-то Неприспособленности Непонимание Вообще И поиска Каких-то смыслов Неактивных А пассивных Вообще Какое-то Рассуждение На тем Зачем мы живем Проблемы Наркомании Как правило Даже больше Чем проблемы Сейчас алкоголизма Очень часто Поднимается Проблема Наркомании Мы видим Это наша Какая-то тоже Данность Сегодняшняя А решения Авторы Какие-то Дают То есть Ну грубо говоря Ну как говорят Что Есть у тебя вопрос Загляни в Пушкину Найдешь ответ А современные Авторы Дают нам эти ответы Тебе дают Они ответы Да вот Ты знаешь Больше По-моему Вопросов Еще появляется Чем ответов Нет Ответов Каких-то Вот я для себя Не получил Грубо говоря Там я не знал Что-то прочитал Вот и Ах вот Оказывается Что А я об этом Не думал Нет Такого нет Как правило Как правило Авторы сами Размышляют По-моему Больше Над этим Не давая ответов А задавая Вот вопросы На которые Зрители Или слушатели Или читатели Им предлагается Самим все-таки Ответить на эти вопросы Потому что Ну вот Одна из пьес Которую мы Опять же Прочитали Делали читку Одноклассники Юра Муравицкого Юра Муравицкий Это же Это бывший наш Юр Муравицкий Да И с автор Там С Германом Грековым Мы и Германа Грекова Читали С авторств Значит Они Много писали И делали его пьесу Одноклассники Там как раз Вот проблема Тридцатилетних Как главный герой Значит Потерявший смысл В жизни Очень не понимающий Для чего И что происходит Через этот сайт Одноклассники Значит Находит своих Одноклассников Таких же Как он их называет Лузеров Королей Недобитков Решает Собрать всех На даче Значит И там всех Замочить Да Просто У него день рождения На свой тридцатилетие Да Сюжет Вот сюжет пьесы И он всю жизнь размышляет Что за ерунда Во что вы все превратились Он решает собрать И значит Всех там Заткнуть На даче у себя Напоить Естественно Плюс там наркотики Опять же И все Все И Но Не получая Он уже заткнул Все ключи Выбросил Включил газ Практически Но тут Королева лузеров Как он ее называет Главная героиня Оля Между ними происходит Сцена И в общем Там каким-то Дальше немножко Конечно сказочным образом Не взрывается Но загорается И они все спасаются И 14 глава У него Буквально в трех предложениях Это уже больше похоже На какой-то Американский боевик Наверное Да Если все взорвалось Не взорвалось Не взорвалось В том-то и дело Что он сам говорит Я так и не понял Почему ничего не взорвалось Такой сказочный хэппи-энд Как будто бы И они живут вместе И у них родилась дочь И он нашел Видимо смысл жизни В этом что ли Ну Мне это понятно Потому что Несмотря на то Что я пошел в театр В надежде Что я Вернее не в надежде А с желанием Не прожить эту жизнь Просто так А что-то после себя оставить Со временем понимаешь Что видимо Наверное И театр Это не совсем то Место Да и вообще Черт его знает Где то место Где ты после себя Действительно можешь Что-то оставить Это надо быть Либо вундеркиндом И гением Да Чтобы войти там Действительно в историю Единственное Что мы можем оставить После себя Это наверное наши дети В этом наше будущее Хорошо Минута до конца Планы планами Да И вот Ты всегда кипишь Вот это Всем что Только может кипеть На следующий сезон И на будущий сезон Все-таки Актер-то в тебе Он там где-то внутри На первом месте Чего хочется Актер во мне Да Он стучится Он пытает меня раскачать Мне хочется поработать Но я жду Понимаешь Есть для артистов Но это не я придумал Есть роли Проходящие В том числе Жанна Для меня относится Но это не та роль О которой мечтают Понимаешь А есть роли знаковые На которых артисты растут К сожалению Таких ролей У меня можно по пальцам Одной руки перечитать За 10 лет в этом театре было Но это уже немало Да Это немало Я согласен Потому что кто-то И этого не дожидается Поэтому я жду Жду Что может быть Снизойдет на меня Что-то Какая-то действительно Большая Знаковая роль Которую я уже Которую я мечтаю Очень давно хочу Поэтому и Маяковский Сейчас Поэтому мне что-то кипит во мне Мне надо это как-то Выплеснуть срочно Спасибо тебе огромное Что пришел Я тебя еще раз поздравляю И с прошедшей премьерой И желаю тебе Чтобы все твои планы В этом отпуске Как ты его называешь Хотя работать будет человек Все лето Чтобы все сложилось Увидимся в новом сезоне Спасибо большое Прощаюсь до следующей пятницы Проведите время С удовольствием С удовольствием С удовольствием С удовольствием С удовольствием С удовольствием